И затем Бог продолжает. «Я пожалел свое святое имя, которое дом Израиля унизил и осквернил, когда находился среди народов». «Итак, скажи дому Израиля, что я собираюсь вернуть вас в вашу землю, как вы скоро увидите». Вот что я собираюсь сделать. Не ради вас вы это не заслужили. Не потому что вы праведны, но потому что в определенный момент еврейской истории всемогущий говорит «Довольно осквернение». Поэтому, несмотря на то, что мы это не заслужили, но чтобы положить конец векам насмешек над Богом, всемогущий решил начать освобождение. Не закончить, а начать. «Я освящу мое имя, которое осквернено». «Они узнают, что я существую». «Как?» «Когда я очищусь через тебя». Через тебя, точно так же, как Бог был осквернен через евреев, когда народы нас угнетали, притесняли, побеждали, убивали, сжигали, бросали в газовые камеры, через нас Он был осквернен. Следовательно, верно и обратное утверждение. «Я приведу к великому освящению имени Бога через вас, через вашу победу, через ваше возвращение в землю Израиля, через вашу доблесть. Вот как я освящусь через вас».